В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Караганда выдвигает кандидатов в депутаты Сената Парламента. Тревоги санэпидемиологов. ТО «Казавиаспектр» уклоняется от таможенных платежей. Кто на новенького? Караганда выдвигает кандидатов в депутаты Сената Парламента. Аккредитация международных наблюдателей на выборах депутатов Сената Парламента Казахстана, проведение которых запланировано на 1 октября 2014 года, завершится 25 сентября текущего года. Городские депутаты по этому поводу собрались на внеочередную 38-ю сессию. Почти у половины действующих сенаторов истек конституционный срок полномочий. По закону о выборах новые кандидатуры должны рассматривать на сессии народные избранники. Согласно под пункт 1, пункт 2 статьи 71 Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан, выдвижение кандидатов в депутаты Сената проводится на сессиях областного, городского и районных маслехатов. В связи с чем создана внеочередная 38-я сессия городского маслехата. На сессии была предложена кандидатура Сергея Михайловича Ершова, уроженец тогда еще советского Узбекистана. 54-летний Сергей Ершов получил два высших образования. Он закончил Алматинский архитектурно-строительный институт и Российскую академию народного хозяйства и государственную службу при президенте Российской Федерации. Начинал когда-то работать монтажником и в итоге стал директором Треста. Сейчас Сергей Ершов занимает руководящий пост в корпорации «Казахмыс» и является депутатом областного маслехата. У меня есть много мыслей, есть опыт работы, есть опыт работы и в социальном плане. Я в «Казахмысе» в основном и занимался, а социальной политикой, внутренней политикой. То есть мы работали с коллективами, с окружающимися. В соответствии в городе, в Жасказгане я занимался в основном. Городские депутаты знают Сергея Ершова не понаслышке. Многим из присутствующих нашлось, что сказать о нем позитивного. Многим доводилось сотрудничать с ним по профессиональной и депутатской деятельности. Коллеги, прошу поддержать его кандидатуру. Спасибо. Рахмид. Тааа, добрый день. 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 Лариса Хусаинова, Сергей Высокосов, Алжас Гамбасов, Первый Карагандинский. 9 декабря текущего года истекает конституционный срок полномочий сенаторов, избранных 4 октября 2008 года. Таким образом, 1 октября в 16 регионах республики предстоит избрать по одному депутату Верхней Палаты Высшего Законодательного Органа страны. В Караганде состоялась неочередная 27-я сессия областного маслехата. На сессии был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов депутата Сената Парламента Республики Казахстан. Как и на сессии городского маслехата, депутатами области была выдвинута кандидатура Ершова Сергея Михайловича. У него есть большой общественный опыт в работе в Комсомоле. И сегодня он постоянно встречается с населением из Казахстанской регионе в качестве депутата областного маслехата. Я уверен, что кандидатура Сергея Михайловича будет достойным для движения на выборы в Сенате Парламента Республики Казахстан. Предлагаю поддержать кандидатуру. Все собравшиеся единогласно поддержали этот выбор. В качестве депутата Ершов Сергей Михайлович планирует направить свою деятельность на содействие по реализации и разрешению проблемных вопросов Жизказганского региона. Им уже проводится работа по социальной поддержке малообеспеченного населения городов Жизказган и Сатпаев. Сергей Михайлович 1999 года является членом партии «Нуратан», где соратниками по партии он был избран членом Бюро Полицовета Карагандинского областного филиала партии «Нуратан». Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Казахский язык сегодня стал полноценным языком науки, образования и интернета. Хотя закон о государственном языке мы приняли еще 20 лет назад, до сих пор встречаются ошибки в правильном написании слов. Это касается особенно информационных стендов на общественных местах города и реклам, которые пестрят на улицах Караганды, привлекая внимание прохожих. Нынешнее состояние государственного языка в собственной стране, в том числе и в родном городе, оставляет желать лучшего. Допускаются ошибки в написании элементарных названий даже в крупных торговых точках города, не говоря уже о мини-маркетах. В названиях улиц города также допускаются серьезные ошибки. Если для общественного населения это все вывешено, наименование магазинов или рекламные буклеты, все это должно быть без ошибок, все грамотно написано. Многие организации размещают информационные стенды в общественных местах города с многочисленными ошибками, делая, так сказать, буквальный перевод слова, не понимая его значения. Правильное описание на государственном языке – это прежде всего уважение казахскому языку. Хотя не все карагандинцы обращают внимание на ошибки в объявлениях и расклеенных логотипах. Не обращаю внимания. Вы на это не обращаете внимания? Нет, не обращаю внимания. За последние три года на развитие казахского языка из республиканского бюджета выделено 10 миллиардов тенге. На сегодняшний день по всей стране работают 57 центров, где тысячи людей познали казахский язык и продолжают заниматься обучением. Сегодня желающих обучаться государственному языку Казахстана становится больше. А вот вопрос, как быть с допускаемыми ошибками в названиях организаций и реклам, пока остается критическим. Мы должны развивать государственный язык. Нельзя допускать ошибок. Владельцам магазинов прежде всего надо проверять правильность названия, прежде чем вывешивать. Почему данный вопрос плохо контролируется органами по развитию государственного языка? И когда уже начнут правильно писать название? Важно понимать, что в недалеком будущем казахский язык станет главенствовать во всех сферах жизни страны и города. Гульнур Жакен, Нурсултан Исаев, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом серия профиль Галдек 53 серии Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система Профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям Качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Санэпидемиологи озвучили список продуктов, не соответствующих установленным требованиям Карагандинцам не советуют пить вишневый сок И увлекаться мандаринами Санэпидемиологи сетуют на мораторий Они могут только предупреждать население, но у них нет полномочий, чтобы наказать недобросовестных поставщиков Поэтому они предлагают список продуктов, не соответствующих установленным требованиям Они обнаружили, что в вишневом напитке количество нитратов превышает норму в 58 раз Задумайтесь Помимо сокосодержащего напитка казахстанской компании Обис В черный список попали куриные сосиски в вакуумной упаковке российской фирмы «Микояновский мясокомбинат» Соль поваренная, югированная, производство «Аралтус» Молоко пастеризованное «Голицкое» ТО «Павлодар молоко» И молочная смесь «Нутрилон», произведенная в Нидерландах Ситуация с фруктами на карагандинских рынках тоже не внушает оптимизма Хуже всего обстоят дела с мандаринами Нормальных санэпидемиологи не нашли вообще Также не соответствуют требованиям 60% проверенных арбузов и 40% дынь К слову, большая часть бахчевых культур поставляется к нам с территории Жамбульской области из Шимкента и Ташкента На сегодня экспресс-исследование – это единственный способ хоть как-то контролировать качество продукции На территории Карагандинской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-трафик» За неделю сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Карагандинской области Было поставлено на учет 4 сутенера, 28 проституток Выявлено 3 преступления, задержанные 2 уголовных преступника, находившихся в розыске В первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники УБОП ДВД Карагандинской области Выявили факт незаконной трудовой эксплуатации 47-летний житель города Тимиртау с начала июля путем угроз Принуждал выполнять хозяйственные работы на своем подсобном хозяйстве двух человек У невольников он отобрал документы В отношении задержанного 47-летнего жителя Тимиртау возбуждено уголовное дело Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц С товарищества с ограниченной ответственностью КАЗ-Авиаспектр За уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов 30 июня 2014 года Департаментом таможенного контроля по Карагандинской области В отношении должностных лиц ТОО КАЗ-Авиаспектр Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов За период времени с февраля по июнь 2014 года На общую сумму 32,3 миллиона тенге В настоящее время данное уголовное дело поступило в Департамент финансовой полиции Согласно действующего законодательства для проведения дальнейшего расследования Напомним, что только в июле 2014 года было прекращено уголовное дело В отношении руководства авиазавода по факту хищения денежных средств Которые были получены в виде кредита на строительство Единственный в Казахстане авиазавод должен был выпускать самолеты фермер Сергей Высокосов, Ужас Габасов, Вахия Роспанов, Первый, Карагандинский Минувшую пятницу заместитель Акима области Жанар Бекбанова в сопровождении общественников ездила по городу Она проверяла, насколько карагандинские здания доступны для людей с особыми потребностями Чиновники посетили несколько строений, расположенных в центре города Было зафиксировано, что казахскому драматическому театру имени Сакена Сейфулина инвалиды не имеют никаких претензий Можно сказать, руководители и строители театра думали о людях с ограниченными возможностями Для инвалидов предусмотрены пандусы не только снаружи Кассам, буфетам и в зрительный зал можно заехать без препятствий Есть лифт, приспособленный для подъема нуждающихся людей Даже в уборных сделаны поручни для людей с ограниченными возможностями Для инвалидов у нас все условия предусмотрены Они беспрепятственно могут подойти к любым залам, к буфету Предусмотрен туалет для инвалидов Все поручения нашего президента и Лебаса мы все выполняем по поддержке именно инвалидов Также отметили, что в торговом доме галереи есть отличный пандус Хуже дела обстоят в филиалах Цеснобанка Но его руководство пообещало исправиться и в ближайшее время провести масштабную реконструкцию во всех своих отделениях Наша задача все-таки сделать так, чтобы для инвалидов-колясочников наши объекты, это торговые центры, больницы, банки, они были доступны Перед нами глава государства ставит такую задачу, чтобы к 2015 году Казахстан стал для инвалидов безбарьерной зоной В кинотеатре Ленина дела обстоят намного хуже Ни один колясочник не сможет посетить это заведение Пандусов нет даже на главном входе, что уж говорить о помещении Единственное, чем работники кинотеатра могут помочь, это поднять колясочника вручную Ссылаются на то, что это историческое здание и ничего с ним поделать нельзя Вот так люди с ограниченными возможностями могут подъехать к кинотеатру Владельцы кинотеатра настаивают, что это невозможно Здание историческое, спроектировано очень компактно советскими архитекторами Которые в принципе не задумывались о том, что инвалиды тоже хотят посещать кинотеатры Вы знаете, несмотря на то, что на сегодняшний день многие объекты, социальные инфраструктуры адаптированы именно для инвалидов Все-таки, на мой взгляд, этот вопрос в комплексе в нашей области не решен Проблема пандусов на сегодняшний день является глобальной проблемой Рассуждать можно долго, а действовать как можно быстрее Лариса Хусейнова, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский В завершении выпуска еще об одном Боксер из Караганды и военнослужащий Бобржан Мумынов одержал победу на мировой арене За такую заслугу ему решили вручить ни много ни мало 1 миллион тенге Бобржан Мумынов завоевал титул чемпиона мира по боксу среди военнослужащих весовой категории до 75 килограмм Сам турнир проходил в Алмате Участие в турнире принимали военнослужащие из Китая, Италии, Франции, Германии и других стран Спортсмен из Караганды не только успел завоевать титул чемпиона, но и выполнил норматив мастера спорта международного класса Бобржан выступал под руководством заслуженного тренера Казахстана Каната Жексыбая, который занимается с боксером с начала его спортивной карьеры Всего в моем весе было 19 участников Я провел 4 боя, первый бой был свободным Все бои были тяжелыми, каждый боец бился за честь своей страны Сейчас команда готовится к предстоящему турниру Федерации бокса на Кубок Казахстана Бобржан отмечает, что на тренировках царит единый командный дух Каждый спортсмен настроен вернуть кубок, который уже был у нас в 2011 году Сейчас идет последняя подготовка, боксеры подготовили хорошо Под руководством нашего Бурбахубекова, Берика, как старшего тренера Я считаю, что работа про меня хорошая, план выполнен хороший И думаю, что мы добьемся успеха Сам турнир стартует 8 августа в центре бокса имени Серика Сапиева Участие примут спортсмены из Карагандинской, Алматинской, Атраусской и Североказахстанской областей Ануар Сидрахим, Нурсултан Исаев, Бахтяру, Спанов, Первый, Карагандинский На этом наш выпуск завершен, спасибо, что были с нами Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 Всего доброго, Аман Сауолгстар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова